Итак, дорогие друзья, всем привет, всем доброе утро, с добрым утром, шалом. Осенняя пора, началась осенняя пора, значит все как бы у нас сейчас горячий кофе. Чем дальше, тем прям приятнее учить Тору. Вообще это рай, когда ты в осень или зима, ты сидишь в теплом помещении в таком и учишь Тору. Вообще рай, теплый кофе, горячий даже кофе, слова мудрости, тебе никуда идти не надо, вообще свет, вода горячая. Это просто настоящий рай на земле. И значит, Ганеден, правильно, потому что Тора это же от Бога идет, то есть через Тору ты как бы соединяйся с духовным миром. Хорошо, 10 отрывок сегодня, 10 отрывок 17 главы. И у меня тоже хорошие новости, вот я в конце урока размещу, размещу в конце, я отредактировал уже первых 4 главы полностью объяснение. И можно начать повторять. Повторение мать учения, то есть я готовлю с Божьей помощью сейчас, вот хочу через пару месяцев выпустить наполовину книги до 15 главы. Алекс, поделка, привет, выпустить книгу, да, все, что мы изучали, будет книга. А пока я редактирую и сразу выкладываю на портале, на портале ВАИКРа статьи с маленькими телевизорами. Можно повторять, учиться. Мишли, кто владел Мишли, все, у него полностью есть операционная система, знаете, как есть у компьютера операционная система, а тут операционная система, царь Соломон в голове, знаешь. То есть прям царь Соломон, он зашел к тебе в голову, и ты, значит, видишь вещи насквозь, понимаешь, правильно все располагаешь. Дальше, вот сегодня, например, давайте посмотрим 27 глава, 17 глава, 10 отрывок. Он говорит так. Техат геара бемевин. Значит, техат геара бемевин меакот ксиль меа. Значит, техат геара пугает, пугает, помните, мы говорили до этого, что тот, кто прикрывает, предыдущий отрывок, тот, кто прикрывает проступки другого человека, да, михасе, то есть прикрывает, не обращает на них внимания, он мевакэ шаава, он ищет любовь, то есть человек, который не замечает в другом недостатке, он ищет любовь, а тот, кто повторяет вещи, тот мафрит алюф, тот отдаляет друга, то есть это был предыдущий отрывок. Этот отрывок относится, он продолжает эту историю и говорит, смотри, говорит, что пугает наставление, увещевание, пугает только понимающего, человека, который глубоко понимает. Таких людей мало. Человек, который вообще, в принципе, тот, кто любит критику, это высочайший уровень, high level, то есть это люди, которые любят, когда их критикуют, то есть они прямо ангелы, да, почему? Потому что он с помощью этой критики, он все время находит в себе слабые места, он исправляется, там и так далее. Но таких людей практически нету. И об этом нам сказано в 10 отрывке, что боится наставления, пугает, вернее, вот это гера, это даже не наставление, а претензия мевина, мевин такой человек, который понимающий. Что это значит? Если человек грешит, он делает что-то плохое, и он грешит, кто такой? Ксиль. Ксиль это грешник, который грешит по вожделению, то есть он хочет, например, да, что-то запрещенное. И он понимает, что это запрещено. Он себе это разрешает. Он говорит, все, я понимаю, что это нельзя, но я делать буду. То есть он осознанно идет на преступление. Теперь ему кто-то начинает его критиковать. Что он ему ответит? Слышишь ты, я что, сам не понимаю, что делать. Я уже решил, отвали. Если тот его начинает бить, оно ему поможет? Тоже не поможет. Он ответит ему тем же. То есть наставление и увещевание, они помогают только человеку, который хочет исправиться. Мы видим, тот, кто понимающий, тот, кто, ну, он как бы видит вещь-вещь и глубоко размышлять может. На всех остальных увещевание, вот эти вот все, и тем более даже 100 ударов палками не влияют. Он, наоборот, вызывает противоположный эффект. Теперь, а если он стептик и его бить? Ведь грешник-скептик, это тот, который поменял местами добро со злом, и он на добро, на зло сказал добро. Так он еще больше возмущается, чем тот хотя бы ксиль, вот этот грешник по вожделению. Он знает, что он делает плохое, но он решил это делать, и его удары не, ну, как бы, не помогут. Тот, кто сказал, что он вообще зло не делает, а делает добро, так его удары тем более ему не помогут. Кому помогает увещевание, только мы вин, только человек, который понимает вещь-вещи, который, ну, такой глубокий. Понятно, да? Это он нам объясняет дальше про критику. Теперь дальше. Ах, следующий посылок, отрывок 11. Теперь, а что же делать в этой ситуации? Что делать в этой ситуации? Что, прям оставить зло безнаказанным? Да, если человек делает плохо, грешит и так далее, ну, там, и он не понимает, так что делать? Бить не помогает, критиковать не помогает. Здесь написано так, что тот, кто мэри, от слова мэры, да, тот, кто восстающий против Бога, он ищет зло. Он активно сейчас, он в активном, в активной позиции. То есть, тот, кто грешник по вожделению или грешник-стептик, он сейчас в активной позиции, то есть, он производитель зла. И что теперь? Ты не можешь с ним ничего сделать. Но не волнуйся, говорит нам Шлома Меллах, 11 отрывок, Малах Акзари, жестокий ангел, уже послан на него. То есть, ты не должен волноваться. Это я всегда, то есть, у меня всегда был такой принцип. Вот идет какой-то там, ну, хулиган, да, он хулиганит. Я точно знаю, что ему рожа набьют. То есть, я не должен это делать. То есть, он 100% на следующем повороте встретит культуриста какого-нибудь, или штандиста, или еще кого-то. И уже ангел, ангел жестокий, уже послан на него. Нужно только немного подождать вот эту... Это я понял когда-то еще в молодости, мне было лет 16. Я смотрю, возле метро четверо бьют одного. И мы с другом шли, я говорю, мы должны заступиться, должны вмешаться. Значит, мы вмешиваемся, влазим в эту драку против этих четверых. Что вы делаете? Этот, которого они били, он в это время вскативает и начинает бить моего друга. А оказалось, что он на них напал, оскорбил их девушку. Ну, то есть, он реально неадекватный был человек, который в своей неадекватности... Он избил моего друга, по ходу дела. И я тогда понял, что... Ну, то есть, надо всегда выбирать, ну, как правильно себя вести в таких ситуациях. Значит, понятно, да? То есть, мы живем в концепции, что зло всегда будет наказано. Но должен ли ты пытаться его наказать, исправить весь мир, быть там, критиковать, ну и так далее? Это большой вопрос. Потому что, ну, в большинстве случаев увещевание не работает. Есть известная история, как один, значит, рэбэ в одном местечке пришел к еврею, который уже ничего не соблюдал. Он был там банкир такой. И, значит, ну, мастели такие, которые отошли, реформист такой. Да, даже он был хуже, чем реформист. Он полностью отошел от Торы. И тут вдруг к нему приходит рэбэ. Значит, приходит рэбэ, здрасте, здрасте. Ну, заходите. Он зашел, сел. Он ему говорит, может, чай попьете? Он говорит, нет, у вас же не кошерная. Ну, все в доме. Он говорит, а что пришли? Он говорит, ну... Говорит, все, пошел я, до свидания. Тут, говорит, не понял, а что вы пришли тогда? Он говорит, я пришел выполнить заповедь. Он говорит, а какую же вы заповедь сейчас выполнили? Он говорит, как есть заповедь увещевать, когда оно поможет, так же есть заповедь не увещевать, когда оно не поможет. А я знаю, что в этом случае не поможет, так я пришел и выполнил заповедь не увещевать, когда это не поможет. Написано прямо в шелхонурхе. Тот говорит, не понял вообще, о чем. А ну, разъясните вашу позицию. Он говорит, ну вы там только что У вас в банке был кредит Женщина-вдова У нее, значит, нет денег И вы у нее забрали там дом Ее сейчас выселяют из дома Я знаю, что вам же все равно Вы же такой человек, который Вам же там Тора, закон Все это не важно Поэтому я пришел, даже не хотел говорить Но вы уже попросили, я вас не увещеваю Просто объяснил свою позицию Что пришел, помолчал и ушел Тот говорит, секундочку Что значит, я не помогу Кто вам сказал, что я не помогу Тот говорит, ну конечно вы не поможете Ну а что, вы же никого, ну там Тора не соблюдаете Ничего не слушаете Я не помогу, да я назло тебе сейчас помогу И он, значит, назло ему, этой женщине помог То есть, это хитрый был Ну такой вот, как бы Ну, хитрый ход, не хитрый ход Он делал себе, что должен был делать Этот раввин, да А получилось то, что получилось То есть, мы не можем знать, что получится Мы можем только пытаться действовать правильно Исходя из не этих принципов и правил Которые мы считаем, что это правильно И если принципы неправильные То тогда результат будет, ну, негативный Если принципы правильные Результат будет позитивный Какие принципы правильные, мы не знаем Потому что, ну, как бы Человек должен принять какую-то систему принципов У меня был когда-то случай Когда один парень со мной советовался Говорит, не могу жениться Я говорю, а почему ты не можешь жениться? Он говорит А, я говорю, у тебя были какие-то отношения? Ну, хочется понять Почему ты не можешь жениться? Он говорит, да, были Вот встречался там с женщиной Жил, все, потом разошлись Я говорю, а почему? Он говорит, а потому что я себя веду Как настоящий мужчина Я говорю, в смысле? А что значит, как настоящий мужчина? Он говорит, в смысле, если что-то не по-моему Если что не так Сразу по роже Я говорю, а ты уверен, что это правильный принцип взаимоотношений? Он говорит, а что? Ну, конечно, уверен Какие варианты еще есть То есть Я ему так и не смог объяснить Что его принципы, по которым он живет Они, как бы, не совсем, ну, рабочие Он уверен, что да, рабочие Хорошо Теперь дальше Двигаемся дальше Дальше у нас следующий отрывок Значит, нам показывает А из зарядного устройства нужная Энергетика нужная Спасибо Без энергии, видите, даже телефон не работает Самая важная энергия в жизни И мозг и электричество тоже Так, все, прошло Хорошо, двигаемся дальше Двенадцатый отрывок Двенадцатый отрывок Так, семнадцатой главы Ох, сбился у меня что-то в компьютере По машине Так, что-то вообще-то Двенадцатый отрывок Сейчас мы будем Давайте по второму я закончу То есть Тот, кто восстает над Бога Значит, восстает на Тору Значит, на него Лучше не воздействовать Он ищет только зла Ну вот, мне как раз Светан дал русский перевод Жестой ангел Будет послан на него То есть мы должны не сомневаться Что зло будет наказано В любом случае Я тут вспоминаю Пока Этана включает Ну, чтобы Возвращает страничку На юриде Есть такой стишок смешной Что Илья пытается активно Уравновесить зло добро Увидел Парни бьют мальчишку Красиво рядом станцевал То есть Это смешной Пример, конечно Но Но Как бы царь Давид Псалмах Он нас учит Прямо конкретно Говорит Сур мира Это двинься от зла И делай добро То есть позиция должна быть И так я помню От моего учителя Висках Зильбера Храдонца деятеля Враха Он говорил Что у тебя есть Все время возможность Есть какая-то ситуация Конфликтная Скандальная Там сложная И так далее Ты Неизвестно Как там вести Потому что Когда ты входишь В эту ситуацию То ты входишь в поле Где уже действует зло У тебя есть вариант Всегда Это Сур мира Отодвинуться от зла И делать добро И то есть Включиться В какой-то позитивный Процесс Исполнения заповедей А написано Что тот Кто соблюдает заповедь С ним не будет зла То есть Ты тут не ошибешься точно Или ты здесь Воюешь Споришь Или ты Отодвинулся И двигаешься В сторону добра И Следующий Отрывок У нас такой Двенадцатый Отрывок Пальцы можно Да О Двенадцатый Отрывок Такой Погош Дов Шакуль Бэиш В Альксиль Бэйвалто Лучше встретиться Говорит нам Царь Соломон С медведем Который Только что Потерял своих детей Убили у него Детей у медведя И он Значит Вот этот вот Бездетный медведь Который сейчас В ярости Медведица Переводят на русский Ну Дов Медведь Медведица Значит Лучше с таким Встретиться медведем Чем встретиться С грешником Который грешит По вожделению В момент Когда он Находится под влиянием Вот этого Своего вожделения Что имеется ввиду Значит Медведь В худшем случае Что может с тобой сделать Он может тебя разорвать Лишить тебя жизни Физической Теперь Вот этот вот Грешник Когда он Находится в состоянии Когда он Осознанно грешит Идет против Бога И нам В предыдущем отрывке Было сказано Что он стремится Сейчас Только козлу То есть Его стремление козлу И он хочет Как можно больше людей Втянуть в это Своё зло То значит Он тебя может лишить И этого мира И мира грядущего Как это всё работает Очень просто Например Те же наркоманы Они втягивают В наркотики Все кто вокруг них Находится Да Воровские понятия Опять же Я уже приводил Много раз Пример Одно из воровских понятий Втягивать молодежь В воровские понятия То есть В этот воровской мир Я знаю Что некоторые Одного судили Мужчина Он заболел СПИДом И он заражал Всех СПИДом Специально То есть Всех женщин Кого можно было Он заражал СПИДом То есть Человек Который находится Вот он Создает зло Ну Особенно Зло Когда мы говорим В Торе То главное Зло Это Увести человека От Бога И от Заповедей Это главное зло Потому что Ну как бы Все остальное Вот мне Недавно Рассказывали Историю Как Там один человек Он Брал деньги Для добрых дел У злодеев То есть И почему он так делает То есть Он как бы думает Что Ну А что я плохого делаю То есть Я делаю доброе дело Но доброе дело Которое он делает Оно кстати тоже доброе По его мнению Потому что Человек Он Вот очень часто Он делает добро Чтобы снять с себя Страдания То есть Он делает добро Не для второго А потому что Ему плохо Видеть как второму плохо Он чтобы себе Сделать лучше Он делает добро То есть Любое добро Которое идет Не по Торе Не то что идет От Бога Это Очень субъективная вещь Которая очень часто Основана На эмоциях На каких-то Ну идеях Людей Да Которые могут быть Ну они могут быть Очень запутанными Любой злодей Который делает Зло Он всем говорит Что я делаю добро Даже фашисты Когда убивали Миллионы людей Детей убивали И так далее Они думали Что они делают добро И всем говорили Мы делаем добро То есть Есть Одна четкая система Которую установил Бог То есть Бог установил ее Что есть добро Что есть зло То что придумывают люди Это их субъективное Представление Которое они Привешивают Иерлыки Это добро Это зло Понятно Поэтому Так как мы изучаем Притчи царя Соломона Мишли Это часть письменной Торы Официальный документ Входит в тонах То есть Это письменная Тора Также она входит Ну Например Христиане Которые взяли Взяли Письменную Тору И добавили к ней Еще несколько книг Но три четверти Христианской Библии Это письменная Тора То они тоже Внесли эту книгу В разряд святых книг Да Но нас это интересует Как то что мы верим То есть Вот евреи Те кто получили Тору На горе Синае Моисей получил Тору От Бога То это прямо Вот Бог Вот эти слова Это через царя Соломона Это говорит Бог И он сказал Что есть добро Что есть зло Все Мы менять не можем Даже если нам кажется Иногда Что Что-то здесь не так Но Я вспоминаю Сейчас очень У меня любим Один из любимых У меня как бы Историй О подходе Как правильно изучать Тору Да Как-то меня пригласил Проводить у него урок дома Еще давно Лет Там 10 назад Вадим Рабинович Есть такой Бизнесмен Политик Там Общественный деятель Вадим Зинович Зинович Рабинович И он пригласил меня Провести у него дома урок Для начинающих Он пригласил разных людей Которые только Вот они только Узнавали про Тору Там сидел один бизнесмен Такой важный Вообще важный Мультимиллионер Там У него сотни миллионов долларов Были И он значит Так как у него Типа и не было А Тору надо учить Все эти святые вещи С покрытой головой Ему То ли он сам взял Я уже пришел У него был такой платочек На голове Я помню Носовой платочек На голове И он сидит такой Но все равно Человек очень важный Видно умный Важный Много заработал То есть соответствующий Он сидит такой И значит Я что-то говорю Какую-то вещь С Торой А он В такой позиции Скептика Такого Ну и Что-то я не пойму Вот это Бога Он так говорит Я Бога что-то не пойму Как это он так делает И мне Вадим Зинович говорит Можно я ему отвечу Значит Профессор он меня назвал Потому что я на раввина Не соглашался А он в знак уважения Должен был как-то меня назвать Так он меня профессор называл Я тогда еще не был профессор Но сейчас Сейчас я уже почетный профессор А тогда я был просто Ну Просто человек И он меня говорит Профессор Можно я ему Я ему отвечу Я лучше знаю Как ему ответить Он говорит Я говорю Конечно Вадим Зинович Ответьте Он к нему поворачивается К этому Вот Важному бизнесмену с платочком на голове и говорит ему слышь ты, говорит, рожа тупорылая вот так вот он ему прям конкретно он вот тогда, он изменился так в лице прям дословно передаю его слова он ему говорит, слышь ты, рожа тупорылая вот так кто такой, прям у него глаза расширились он говорит, ты не понимаешь, как табуретка устроена, на которой ты сидишь ты как Бога хочешь понять вообще ты табуретку не знаешь, как она работает, да говорит, ты вначале послушай пойми, узнай больше а потом, когда у тебя знания больше появятся так ты поймешь постепенно но ты не можешь сейчас на Бога вопросы задавать то есть, как ты, где ты, где Бог говорит, профессор, продолжайте а ему говорит, ты сиди, слушай, набирайся данных данных больше наберешься, поймешь, да это его метод ведения уроков кстати, интересно, что этот бизнесмен он потом стал очень религиозным и он сейчас очень много помогает он такой, один из известных религиозных бизнесменов он стал религиозным, вот этот вот человек значит, Раф Зильбер, он не так делал он по смыслу делал то же самое но он записывал вопрос он говорил, вопрос очень важный я конкретно подготовлюсь, вам на него отвечу записывал вопрос, вы сейчас послушайте дальше может, вам придет ответ вот буквально вот-вот сейчас но вопрос у вас хороший, я запишу, а потом отвечу то есть, он эти вопросы как бы снимал главное, чтобы человек дальше двигался когда у него наберется больше данных тогда у него будут ответы на все вопросы хорошо, и давайте посмотрим, сколько мы уже сейчас 20 минут, успеем ли мы давайте еще один 13-й отрывок, очень важный он вообще важнейший отрывок прям конкретно открывает очень много вот есть люди, задают вопрос мне не везет вот очень часто люди говорят мне не везет и не могут понять, почему им не везет вот это вот, мне кажется, ответ на вопрос почему кому-то везет, кому-то не везет конкретно смотрите 13-й отрывок, звучит так мышивраа тахаттова тот, кто возвращает зло вместо добра то есть, человеку сделали добро, а он ему возвращает зло да? что написано? лотамуш ра мебейто не отодвинется зло от его дома вообще очень странная такая вещь, да? смотрите, как получается человеку делают добро есть такой закон это один из самых основополагающих законов Тори что мера, которую человек меряет меряют ему с неба то есть, тот способ которым человек взаимодействует с другими людьми он сам устанавливает ту меру которая меряют ему с неба теперь сделали человеку добро а он говорит слышишь ты, кто? ты мне добро делал да ты мне вообще ничего не делал или просто он забыл ему вернуть добром или просто он просто не делает ему не помнит добра не делает не считает, что ему сделали добро то есть, он ему как бы на добро ответил злом какая мера идет? мера за меру то есть, его все добро которое он делает митцвот, заповеди там, Тору даже он религиозный может быть все но он установил такую меру на добро Чем надо отвечать? Злом. То есть, Бог ему, получается, не Бог ему, а человек перекрыл себе краны божественного благословения. И даже, пишет Малбим на этот пасук, что даже человек потом исправился, он сделал шву, а уже эта система работает. И бывает, я знаю многих людей, которые начали соблюдать, например, и вдруг им перестало идти. Где-то забыл, где-то не оценил. И знаю, вот Равыцкая Зильбер, мне, кстати, после этого отрывка стало понятно поведение многих раввинов, которые настолько благодарны. Ты ему буквально там что-то сделаешь. Вот Рав Зильбер, бывало, он благодарил людей всю жизнь. Ему человек один раз помог, он благодарил его, благодарил его детей за то, что папа там сделал что-то хорошее и так далее. То есть, вот это вот качество благодарность, она, ну, у людей, которые по-настоящему знают, что и религиозные, она развита очень сильно. У обычного человека оно не развито, то есть, он, ну, как бы, мало развито. Все, вот это вот 13 отрывок, мне кажется, очень важный. Давайте сделаем выводы, да, подведем итог, подведем итог. Значит, первое, что мы, что я для себя сделал вывод, что критиковать не помогает, то есть, ты только себе вредишь. Это второй раз я сделал вывод, то есть, здесь, как я понял, что дуракам закон не писан, если человек умный, он сам поймет, и он тебя спросит, или он хочет, ну, развиваться, там, он как-то. Если человек, который не хочет, он думает, что он делает правильно, то ты только делаешь себе хуже. Это, как бы, однозначно, это то, что я понял. И что уже на них, те, которые восстают против Бога и делают зло активно, то на них уже послан малах, вот этот вот жестокий ангел, который с ними разберется. То есть, все, как бы, ангел в пути. Теперь, встретишь медведя, вот этого медведя, в общем, нужно еще раз избегать зла в любом его проявлении. То есть, там, где есть зло, надо оттуда бежать, убегать, значит, как пертевод нас учит, с плохими людьми, отдалиться от плохого соседа, не присоединяться к злодею, даже в хорошем деле. То есть, чем ты дальше от зла, тем лучше. И мы знаем даже, что вот почему отдалиться от плохого соседа. Лот пошел в дом, там было все, но потом он все потерял. То есть, отдалиться от плохого соседа. И что дальше? Возвращать добром за добро, то есть, мера, которую человек меряет, меряет ему. Поэтому я очень вам благодарен за то, что вы пришли на урок. Еще больше буду благодарен, если вы сделаете три вывода и поделитесь этими выводами со своим окружением. То есть, мы должны быть очень рады, очень благодарен Фейсбуку, Цутербергу. Молодец, сделал такую систему хорошую, по которой можно, по которой можно просто вот сейчас 55 человек в прямом эфире слушать урок Торы, а за день тысяча человек может послушать. Это уникальная вещь. Спасибо Цутербергу. Спасибо Владу Косову огромное. Это редактор портала ВАИКРА. Вот я вижу Влад как раз. И Яков Шатадин, директор портала ВАИКРА. Молодцы. Прямо создают условия, чтобы мы могли учить Тору, чтобы Равины могли преподавать. Огромное спасибо всем. Удачи, успехов. Хорошего дня. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok